Девчонки и мальчишки Они перспективные, выступают в двойке, это экипаж, но также они выступают в одиночках Я с ними встретился в 2016 году, в прошлом году, я с ними стоял на старте, гонялись мы с ними, как в классах одиночках, так и в двойках Могу сказать, что я очень сильный экипаж, на чемпионате Москвы они постоянно занимают первые места Также в этом году, в 2017, они тоже заняли первое место И пообщавшись с ними, так, ну, за кадром, да, ребята мне понравились, располагают к себе Я надеюсь, интервью будет интересно, и вы посмотрите, что они вам расскажут На этот экипаж многие, так скажем, не ставят ставки, поскольку ребята новенькие И для многих это был нонсенс, что на Кубке России они заняли первое место Потому что все в основном привыкли, что у нас есть двойка олимпийская Спостерегаем Зиченко, но поскольку у нас, вы сами знаете, ситуация была, да, с допингом и с докладом Макларена К сожалению, ребята наши попали в неудачное положение и были отсорнены от олимпийских игр в Рио И тут появляется двойка, заявляет о себе И я очень рад, на самом деле, за ребят Мне очень интересно посмотреть, как это дело будет дальше происходить Вам, на самом деле, ребят, терпение Я вам жму руку, надеюсь, у вас все получится Ребята тренируются в эллинге номер 5 Да, смотрите, это их дом Мы жду здесь Также, если кто не знает, Беринзяев Василий был на олимпиаде в Лондоне в 2012 году Вместе с Салаховым Евгением, как запасные подвойки То есть это, на самом деле, для меня было откровение, когда я об этом узнал Это достижение большое, на самом деле, просто про них никто не знает И никто не писал Наконец-то добрался до спортсменов До Беринзяева Василия и Берякова Александра Получилось у меня, наконец-то, с ними пообщаться Ребят неуловимые, постоянно занимаются в зале Как оказалось, там на воде, вот прям до льда уже, наверное, занимаются И еще на гребных тренажерах, оказывается, гребут У них планы серьезные Сейчас мы с ними поговорим и знаем, что они нам расскажут Василий, спасибо большое, Саше тоже спасибо большое, что выделили время пообщаться Я думаю, будет многим интересно, да, узнать, как вы тренируетесь Есть что-то, может быть, рассказать себе Кто и как пришел в греблю и почему именно в нее Ну, наверное, давай, Саша, может быть, с тебя начнем Ну, если так вот уж обобщать, нам обоим вопрос задавать У нас путь, в принципе, схожий Мы ранее занимались, в будущем еще в юниорах, наверное До юниора мы с Василием прошли, можно сказать, одинаковый путь, только в разное время Вот, и потом у нас, получается, карьера закончилась Мы потом долгое время там занимались своими делами Кто учеба, кто работает По-разному все Перерыв тоже у нас разный был В общем, и потом как-то у нас получилось так, что мы решили вернуться в спорт Попробовать сначала И как-то затянуло, и до сих пор здесь вот не находимся А сколько у тебя где-то, так скажем, опыт в гребле, да, общий стаж так? Ну, если складывать все года, которые тренируюсь, получается, одиннадцатый год Одиннадцатый год, это достаточно сильный срок А сейчас сколько тебе лет? Сейчас 25 Двадцать пять, ну, то есть ты с детства, да, так скажем, гребле? Ну, получается, я, да, с двенадцати лет занимался, получается, дозанимался до юниоров В семнадцати лет я отобрался в команду и решил, как бы, что на этом, скажем, дальнейший смысл Сбезно заниматься, как бы, больше нет И решил, как бы, завязать Ну, потом, по прошествии нескольких лет, там, три-четыре года Просто уже, как авантюра, решил попробовать вернуться Ну, как бы, не то, что там, что-то гоняться Какой-то результат показывать просто для себя, для гоняйти спорта Ну, вода, я так скажу, манила тебя все-таки, да, вернуться в гребле? Да, можно сказать, даже не манила У меня ребята, которые занимались в тот момент уже, которых я даже не знал Как-то нашли в интернете, сказали, ну, приходи, попробуй Я, как бы, почему бы нет, решил, вернулся И, как бы, до сих пор здесь Василий, а ты что расскажешь? Как у тебя? Ну, у меня, в принципе, путь похожий, как бы У меня большой был пробел, как бы, профессионального спорта Знаешь, 20 лет я закончил, так же, как и Александр, там, на занятии спорта, там, в юношеской команде После этого занимался любительски, как бы, ну, для себя, как бы, все остальные В 30 лет, как бы, ну, заключил пари с человеком о том, что я, в принципе, смогу выступать И первое желание у меня было выбрать чемпионат Самарской области Это самое родное Но на чемпионате Самарской области я так и ни разу не гонялся Гонялся только на Московской области, за которую я выступал за город Москву И, в принципе, и там, и тут в первенстве вот этих вот соревнований я победил И стал чемпионом Москвы, победителем Кубка Москвы Победителем Московской области, как бы, за которую я выступал ранее Вот, в 12-м году я попал, занял второе место с Евгением Салаховым Евгений Салахов, в этот момент выиграл одиночку И гонялся на Олимпийских играх, занял пятое место А я с ним занял на чемпионате России второе место Тем самым я поехал на Олимпийские игры запасным с Евгением Салаховым в Лондон То есть ты прям в Лондоне, получается, был, там, смотрел вот эти все старты Первый свидетелем был Свидетелем видел, как наши ребята выиграли И посчитал, что, в принципе, это соревнования, ну, как сказать, такие же, как и все остальные В общем, больше только людей, пиар и все остальное А так, по идее, в общем-то, наверное, они, как и все первые соревнования у детей Там, первенство города, области, чемпионаты России, там, все остальное То есть, единственное, вот, это уровень, как бы, достаточно высокий Естественно, и массовость другая Мотивировал тем самым и решил до 16-го года остаться и дальше тренироваться, в общем, все остальное Ну, я правильно понимаю, пари-то выиграл Пари я выиграл, да То есть, ну, теперь желание больше, чем, наверное, возможности И хочется дальше продолжать заниматься И мы с Александром, как бы, естественно, как и все остальные спортсмены Которые не просто там занимаются, скажем, оставят цели в себе в голове То есть мы хотим победить на Олимпийских играх в Токио Для этого мы тренируемся дальше Несмотря на то, что уже возраст будет у меня серьезный, как бы Но возраст победам не помеха Ну, я думаю, что да Если мы посмотрим сейчас тенденцию просто мировую На самом деле, я не знаю, у нас люди, наверное, просто не хотят его замечать Посмотреть на экипажи, все заграничные Там люди и гораздо старше, чем Василий есть И причем они, как бы, давно костяк сборной составляют И на международном уровне Это люди, у которых есть больше опыта, да И, как бы, они его передают молодым поколениям Как раз-таки идет преемственность Чего у нас, к сожалению, сейчас уже, как бы, наверное Ну, есть у нас стандартная программа Как бы, если там перевалит воздух за 30 лет То, как бы, тебя уже должны почему-то списать Но у нас, по самом деле, факт Это в Гребле, видимо, к 30 годам Человек осознает именно весь процесс Как у него там выстраивается Тренировочный процесс, технический процесс Тренер у него для него уже становится, как сказать, консультантом Потому что он уже сам что-то поймал Что-то чувствует, может рекомендовать И все остальное И в тандеме с своим тренером Они смогут, как бы сказать, выстроить уже Более высокому результату А до этого, пока, как бы, молодые Естественно, все происходит, скажем так Ну, по накатанной, наверное Кто-то ловит это Потом исчезает Но не может понять, почему Вот, ну, а так, в принципе, наверное У нас нет ограничений Самые, как бы сказать Мы можем привести пример Бригад Фейшер, конечно И Джозеф Риден Джозеф Риден был 47 лет Когда она бросила Значит, Бригад Фейшер Тоже там 42 закончила Из всех топовых спортсменов Можно итальянскую сборную Где все спортсмены Антонио Росси, Даниэль Скарпа И Бенджамин Баноми Все выступали до 39-40 лет И выступали на высшем уровне В 2012 году Варсин выиграл тысячу метров Он 38 лет Он был в одиночке Достаточно серьезная и сложная дистанция Все-таки человек, скажем так Смог это показать Также возьмем Римхит Всех остальных спринтеров На сегодняшний день Это Макс Бомонт Испанец Они тоже кривиоты Которые на сегодняшний день Все тоже возрастные В топе То есть Они все 82-81 года рождения Им в принципе Не говорят никто Что ребята Старые совсем Почему-то догоняйте Они показывают топовый результат Очень высокую скорость И на уровне Олимпийских игр То есть Но они за собой Тянут уже другое поколение Которое естественно Это поколение Будет также дальше продолжать Заниматься И достигать этих результатов Потому что Будет Скажем Пример Следующему Что Возраст Это не помеха Потому что предыдущий До них Кто это поколение вел А это мы возьмем англичан И того же самого Рауха возьмем М8 В 81-го года рождения Он был в топе И тогда И сейчас Как бы В принципе Он национальный герой Германии Я думаю В принципе Ну если все Вот эти вот Резюме подвести То на самом деле Реально много Возрастных спортсменов Которые возвращались В возможную греблю И начинали не с самого детства И действительно Хороших и высоких достижений Достигали Правильно? Все правильно Все зависит от вашего Цель и устремленности От вашего желания Главное Скажем так Биться Бороться до конца Для того чтобы Во-первых У вас самый главный соперник Это вы сами Вы первые Побеждаете себя А с того же Соперника Который Который вас стимулирует Для побед Вот Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok